Добрый всем день! Сегодня у нас в продолжении видео, которое, я надеюсь, вы посмотрели предыдущее мое видео о шопинге. Первые в моем шопинге после карантина, после того, как открылись магазины. Я вам обещала показать, что я купила, померить и рассказать, и, в общем, объяснить, что к чему. На самом деле, я купила не так много. Я что-то там хватала. Тележку, металла, какие-то юбки, платья, кофточки. И, на самом деле, потом я так критическим взглядом посмотрела, надо мне это все, не надо. В общем, ну, все равно, я купила достаточно. Может быть, что-то того, что мне и не надо особенно. Ну, шопоголик – это диагноз. Хорошо, давайте я вам буду показывать и объяснять, что к чему. Очень быстро потом померить, очень быстро, и, в общем, попадать не затягиваться, как всегда, и говорить недолго. Первая вещь – это блузка из массива дути. Стоила она 4 доллара. Вместо 15 на сейле. Просто вот такая вот полоска. Видно, не видно, не знаю. Полоска такая белая блузка с желтой-синейной такой полосочкой. Показываю ближе. Такие рукава широкие. Это, может, не очень сейчас модные рукава такие, но не знаю. Я люблю, мне нравится, я ношу. И сзади у нее такой мыс. И сделана она из... В составе написано 100% лайселл. Какая-то вот такая вот ткань, не знаю. Не очень знаю, что это такое, но... Вот такая вот блузочка обычная. С брюками, кстати, буду ее носить. Сейчас по мере покажу. Что я хотела про нее еще сказать. Да, хотела сказать, что я купила за 4 бакса. Если вы, конечно, знаете, по чем вещи Массима Тути, и если вы даже зайдете на их веб-сайт и посмотрите, по чем там такая блузка, я попробую поискать, найти ссылку на что-то похожее. Не ссылку, вернее, а фотографию с ценой, чтобы просто вы представляли, как бы, насколько... Какая разница в цене. Еще одна покупка. Я купила такое синее-темно-синее платье. Оно такое с рукава в фонарик. Здесь на резинке. Длинное довольно. Там внизу валаны. И я хочу вам сказать, что я знаю этот бренд. Я потом сбоку пущу название его. Я у них в этом магазине, он часто бывает, я у них покупала вещи этого бренда. У меня есть пару платьев, пару блузок таких. Написано, что они Silk Blend. То есть у них есть какая-то часть шелка. Made in Italy написано. Я не знаю, правда, не правда. Но я привыкла верить, потому что написано. Написано, что это Made in Italy. И в составе там 70% вискоза и 30% шелка. Вот в этих платьях, в этом вот платье. И подкладка такая сделана на всю длину, на все платье. И подкладка не 95% вискоза, по-моему, 5% властан или что-то такое. Тоже я покажу сбоку, значит, это я сфотографировала специальный этикет. Но, в принципе, ну, хороший состав, я считаю. Да, стоило оно 25 долларов, а был на сейф за 25. А вообще оно стоило 50. И, в принципе, для платьев такого состава, ну, 30% шелка натурального и 70% вискоза. Я считаю, это очень хороший состав. Кроме всего прочего, у меня есть платья вот такого же состава. Я их ношу летом. Ну, у нас, конечно, не Дубай, и тут в Канаде, и не Египет. Но у нас бывают достаточно жаркие дни. И кондиционер мы включаем довольно часто. И вот я хожу в этих платьях, они в них действительно не жарко, абсолютно. Ну, прекрасный состав. Я очень люблю вот этот бренд и эти платья. Тем более, что написано Made in Italy. Я надеюсь, что они действительно итальянские. Хотя, бог знает. Еще одно платье того же бренда я купила. И такого же состава. 70% вискоза и 30% шелк. И тоже оно все на подкладке. Подкладка тоже вся практически вискоза. 95%. Вот такой вот расцветки. Ну, вы видели, наверное, в моем блоге. Я ходила, я вам показала, какая расцветка. Я сорока, я не могла пройти мимо. И действительно, я не прошла мимо. Я его, значит, сунула в тележку и принесла домой. В общем, обычное платье. У него, кстати, есть пояс. Но можно его носить не с этим поясом, а с такой рукав, с немножко шапорочкой. А это не очень модно сейчас, не очень актуально. Ну, опять же, мы не смотрим на моду. Я люблю вот эти вот рукава, знаете. Я их носила до того, когда они вошли в моду. Я их ношу после того, когда они вышли из моды. И я, наверное, дождусь, когда они войдут в моду снова. И снова буду их носить. Вот такой вот платье. На мой взгляд, ну, может быть, оно очень яркое. Может быть, оно слишком кричащая расцветка. Но я считаю, что на лето, кроме всего прочего, вы меня знаете. Я же ношу такое, я люблю такое. Поэтому для меня это, ну, я люблю яркие вещи. Я не минималист. А не в моде, не в шопинге, не в моем стиле жизни, не в моем доме, так сказать. Ничего у меня нет от минималиста. Каясь, что делать. Как есть. Еще одно платье, тоже такого типа, как то розовое. Другое розовое. А, кстати, в то платье розовое стоило 25 долларов. Тоже на сейле, и 50 долларов оно стоило, как бы, до сейла. Вот это платье, значит, вот таким вот образом оно выглядит. У него тоже какой-то очень хороший состав. Я точно не помню, я вам покажу. Значит, подкладка точно 100% лопок, а вверх... В общем, пыталась я найти, из чего оно сделано. Еще раз, подкладка катон, а вверх какой-то рамин. Я не знаю, как там, что это название. В общем, ну, сразу скажу, что с этим платьем я лоханулась. Дала маху, так сказать, потому что мне понравилась его расцветка. Мне понравился его рукавчик такой. Ну, оно такое вот с оборочкой внизу. Ну, в общем, как-то коротковато мне и выглядит как-то по-детски на мне. Хотя, вы знаете, я не... Нет возраста для одежды, по моим понятиям. Ну, вот как-то, не знаю, я вам покажу по мере, напишите мне, что вы думаете. И знаете, что это бренд какой-то называется? Талула. Талула. Я его гуглала. Это какой-то австралийский бренд. Очень дорогой. Платье там на их веб-сайте стоит по 350 долларов. Я, правда, не знаю, это австралийских или американских, или каких долларов. Ну, в общем, 350 долларов платье. Я его купила за 35, а в магазине до клиранса оно было 70. Ну, я все-таки, наверное, его верну. Как-то оно на мне выглядит... Взрословато я для него, для этих оборочек, для этой цены. Ну, посмотрим, скажите мне. И принесла я домой две вещи из Зары. Значит, одна вещь... Я, кстати, вам показывала тоже, что это... Я думаю, что это платье. Я его положила себе в тележку. Красивый, очень красивый зеленый цвет. Опять же, камера не передает. Такой вот рукав. Размер медиум. Стоило оно 8 долларов, и до села оно 118. Это оказалось не платье. Это оказалось такой кафтан с поясом, как... Такое халатного типа. В общем, ну, это не платье. Оно не застегивается. Ему надо носить на что-то сверху. Покажу вам, имею, как я хочу выносить. Чем я думаю выносить. Ну, не знаю. Не знаю. Я люблю такие вещи. Оно необычное. Такое не... Необычное. Это не платье, не пиджак, не... Вот такой вот типа халат, который можно на что-то накинуть. Как я, например, думаю, это может быть какой-то платье-комбинация на шлейках, если вы хотите чем-то прикрыть руки и плечи, если это прохладно, но не очень холодно. Ну, в общем, покажу вам. Еще одна вещь с Зарой. Это такой двуборный жакет длинный. Пиджак, жакет, я даже не знаю. Я его уже схватила на выходе, когда уже собиралась идти в кассу. И тут вдруг я его увидела. Он такой из слоновой кости с черными пуговицами. Тут такая черная торочка к карману идет. Стоил он 15 долларов, а до села он стоил 30. И это размер смол. Он чуть-чуть маловат. Тем более, что это вот эта их линейка TRF. Это такая более молодежная линейка, которая всегда как бы немножко меньше идет размер. Ну, у него, знаете, неплохой состав. Кстати, тот зеленый кафтан на поясе, он 100% вискозный. А этот жакет, он 92% вискозный и 8% полиэстер. Я хочу выступить в защиту Зары. Адвокат Зары. Мне Зара не платит, честное слово. Я бы хотела, чтобы она мне платила. Но Зара не платит никому, кстати, из блогеров. Я вам хочу сказать, что Зара, в отличие от многих других компаний, она не пиарится через блогеров и никому не рассылает бесплатно ничего. И не дает, как бы, эти ссылки, линки свои за проценты. Знаете, я не помню точно, как это называется. Но когда вы оставляете, блогер оставляет линки под видео. И если вы что-то покупаете по этому линку, то блогер получает какие-то проценты с этого. Но как-то affiliated links, как-то так по-английски это называется. Не помню точно. Но Зара этого никогда не делает, ни с кем не сотрудничает. Поэтому я выступаю в защиту Зары. Я хочу сказать, что очень много все говорят «Зара, Зара, там нету натуральных тканей». Все синтетика, синтетика. Да, очень много синтетики. Очень много ужасно плохих вещей. Очень много вещей, которые вообще, ну вот, совершенно качество и пошитые ужасно. Но при этом в Заре очень много вещей натуральных. Особенно летом, например, я покупаю у них вещи из хлопка. Я покупаю у них вещи из льна, вещи из лискозы. Зимой, зимняя коллекция, у них есть много кашемировых свитеров. И я купила несколько раз кашемировые свитера в Заре. Причем, когда они уже были на селе и стоили там 12-15 долларов при оригинальной цене 200, да. То есть, я что хочу сказать, что в Заре очень много натуральных вещей продаются. И просто надо уметь их найти и поймать. Еще к тому же купить их за такие деньги, за которые вы никогда в жизни не купите нигде. Кашемировый свитер, ни в каком униклое, нигде вы не купите за 15 баксов, понимаете. Поэтому, вот, как вот так. Все. Выступила в защиту Зары, адвокатом. Все, я показала. А, еще бижутерия. Я купила две цепочки, сейчас вам покажу. Так, значит, две цепи. Я их потом на себя надену и покажу вам поближе с ним. Значит, одна из них цепь Массима Дутти. Из Массима Дутти. Вот я оставила специально. Так, не смотрим на мои ногти, игнорируем мои ногти. Они до сих пор. До сих пор все закрыто, они до сих пор в ужаснейшем состоянии. Так вот, это, значит, Массима Дутти. И, ой, летела. Вот такая цепочка. И вот с такими вот вставочками. Ну, это пластик, конечно, но такими вот какими-то. Вот, и еще, да, Массима Дутти цепь. Вот эта вот, она стоила 3 доллара. До клиренса она стоила 8. И вторая такая цепочка. Вы знаете, как в моде сейчас цепи. Она короткая. Какой-то бренд Сент-Томас. Не знаю, кто-то, что это. И стоила она 2 за долларов. Я купила ее за 10. Вот так вот. Сейчас покажу. Сейчас надену, покажу. Вот так выглядит цепь Массима Дутти. Я уже оторвала цену. Потому что я не буду ее сдавать за 3 доллара. По-моему, она очень хорошо выглядит. Я думаю, что я ее оставлю. То есть я не думаю, я знаю. У нее вот здесь такая застежка. Вот. Палочка такая, видите. Я не знаю, сколько стоит украшение Массима Дутти. Если честно, у нас в магазинах Массима Дутти украшений нет. Они есть только на мой сайте. Поэтому я как-то не знаю их цен. Но я проверю. Мне даже интересно. Я посмотрю, сколько, допустим, сейчас Массима Дутти стоит вот такая цепь. Это одна. Видно, да? И вторая цепь короткая. Золотая. Золотая. Ну, вот такая просто обычное плетение. Вот такая цепочка. Не знаю, как долго еще цепи будут в моде. Но если честно, цепи, вы знаете, они входят-выходят. Это не первый раз на моей памяти, что цепи входят в моду. То есть, и даже это было не 10 лет назад. Вот буквально год-3-4 назад цепи страшно вошли в моду. Это был страшный тренд. Потом они вышли. Через год-3 они снова вернулись. В общем, поэтому я как бы не заморачиваюсь. Потом опять же, тренд не тренд. Мне кажется, цепи большие, это всегда в тренде. Не знаю. Мне кажется, это не такой тренд, который может когда-то выйти из моды. Ну, за 10 баксов. Вы не можете ошибиться за 10 долларов. Я решила померить вот этот кофтан с тем платьем, в котором я стояла, находилась, снималась. Ну, вот так он выглядит. Его можно носить с его поясом, его можно носить с каким-то поясом другим. У него есть карманы. Ну, кажется, интересно, правда? Ну, такая необычная вещь. Я люблю такие вещи, которые, ну, нестандартные. Знаете, платье, не пиджак, а вот что-то такое. Я его страшно сильно очень гладила. Изо всех сил старов, но это вискоза, он нестандартный. Еще у меня есть платье комбинация точно такого же цвета. Как этот кофтан. Единственное, что платье такое шелковистое. А это, в общем, вискоза. Поэтому они немножко разных текстур. Но я разбавила вот этим вот поясом, таким блестящим вот этой же цепью, чтобы получилось, ну, немножко наряднее и веселее. Платье, видите, вот оно длинное, оно длиннее, чем это. Вот так. Так, жакет. Сколько раз я себе говорила, не такай. Вот это такая ужасная привычка. Я что-то новое надеваю, на себя начинаю показывать. Так. Что так? Не буду такать. Все. Жакет. Я его примерила с черной такой юбкой. Короткой, можно длиннее. В принципе, то, что у меня было ближе под рукой, то, что я нашла. Он вот такой видеобордный. Карманы... Фейк? Нет, карман просто зашит. В принципе, они натуральные. Ну, как-то так. Можно носить с брюками, можно носить с платьем. С чем угодно. Платье, по которому я... Ну, в общем, я не думаю, что это платье для меня. Вот так вот оно выглядит нормально. Я сейчас вам отойду подальше. Рука симпатична такой, правда? Ну, в общем, выношу на ваш суд. Только не смейтесь громко. Что вы скажете? Ну, как-то, знаете... Спереди пионер... Нет, нет. Спереди... Сзади пионерка, спереди пенсионерка. Вот так вот говорили. Если бы не было вот этой оборки, я ношу короткое. Не поймите меня, мне неправильно. Но вот эта оборочка, мне кажется, она как-то... Цветочек, розовый цвет, оборка. Делать его каким-то детским, А, ну, как бы, не для меня. Можно носить короткие вещи. Вполне даже можно. Но вещи, которые более, как бы, имеют... Очень много такого мимимишно-девчонского. Вот цвет, цветочки, оборка, длина. Понимаете, это слишком вакуумно все-таки для дамочки моих лет. Ну, в общем, как бы я лажанулась с ним, наверное. Я, скорее всего, несу его назад. Не знаю, не думаю, что я буду его носить. Даже если вы мне скажете, что я мне хорошо выгляжу, я не думаю, что я буду его носить, потому что уже у меня он какое-то детское и не... Ну, не в тело, нет, не в тело. Ну, вот это платье, оно тоже короткое, тоже розовое, тоже цветочек, но как-то все-таки посолиднее выглядит. У него есть пояс. Сейчас я вам это покажу. Тоже короткое. Ну, во-первых, оно не такое короткое. Во-первых, оно длиннее. Во-вторых, оно... Как-то, мне кажется, лучше выглядит, правда? Все-таки длина и длина. Есть короткое, есть короткое. Есть... Оборочка внизу. Есть, вот, оборочка на рукаве. По-моему, это гораздо более проприе для моего возраста намного выглядит. Вот, кстати, пояс можно снять. Пояс не обязательно, можно вот так его носить и без пояса. Здесь, правда, есть вот эти вот шлевки, по-моему, они называются, но их можно оторвать, потому что пояс можно и так носить. Может быть, даже без пояса лучше, правда? Ну, оно яркое, оно цветное, оно липное. Не все это любят, я люблю. Который вкусом родился, с ним уже и помрешь. Куда? Уже ничего не сделаешь, Сысь. Вот это платье темно-синее. Ну, оно может быть немножко мрачное такое, но, слушайте, тоже надо, но не все же петухом скакать по блинам, правда же? Иногда нужно что-то такое одеть, даже в тему. Я бы померила его с этими Масима Дути бусами. Не бусами, а цепочкой. Потому что здесь оно такое мрачное, сюда вполне можно что-то надеть. Монашеский такой воротничок с оборочкой. И вполне сюда можно что-то надеть. Какая-то, какую-то цепь такую длинную. Можно еще с поясом. Оно, видите, просто на резинке. Здесь вот на резинке. Такое удобное, слушайте. Оно длинное, оно мрачное, темное, не маркое. Я не выделяюсь в нем, не выгляжу как павлин, как обычно. А здесь резинка, то есть ничего не облегает, ничего. И оно такое легкое. Сейчас покажу, какой оно длинный. Вот здесь вот оно, наверное, длинное. Я псяков, я без... Без овесей. Мне как-то ничего не пришло. Я бы ее могла надеть какие-то туфли, но... Ну, в общем, вы понимаете, правда же? Я еще могу надеть с поясом, с таким. Ну, потому как я же не могу быть совсем уже не павлином. Уж очень... Уж очень не павлином я не могу. На самом деле, может сюда любой пояс. Просто я одела, который у меня тут был поближе. Мне кажется, оно хорошее, это платье. Оно такое, знаете, очень удобное на каждый день, на работу. Не вызывает никаких эмоций, так скажем. Ну, и очень хороший состав, знаете, такой натуральный состав летом. Прикрыть тут все, все, что нужно. Скромненько так, да? Не вызывающе. Скромненько наше все, правда же? Был в каком-то фильме... Скромненько украшает. Да, это когда нет у других украшений. Какой это был фильм? Ищите женщину. Вы помните, был фильм такой, детектив по французскому роману какому-то, назывался Ищите женщину. Там, ну, в общем, там кого-то убили, я уже точно помню. А главная героиня была грузинская артистка. Ой, я забыла, как ее звали. Нино Чурелия, по-моему. Девочки, поправьте меня, кто моего возраста там, вы же помните, правда? Это был такой фильм супер, две серии. И, в общем, там было в фильме, было две героини, кроме главной героини. И там речь идет о офисе, по-моему, адвоката. И, в общем, одна была такая секретарша у него, такая, прости господи. А вторая была такая строгая дама. И когда... Я уже не помню, какая там была ситуация, но, в общем, строгая дама сказала, что скромность украшает. А секретарша так подошла, посмотрела на нее и сказала, да, когда нет у других украшений. Ну, вот я. Скромное платье. И продолжение темы скромности. Такая скромная деловая блуза с брюками. Я подобрала брюки, которые подходят, если вы видите, здесь такой желто-синяя полоска. И брючки такие, такого же цвета, как полоска. Еще пояс я нашла похожий, вот цепь-цепь оставила. Очень скромный деловой образ, на работу ходить. Брюки еле влезла, выдохнула и влезла. Ну, я думаю, многие из вас меня поймут. Да, очень скромно, очень так по-деловому. И брюки не люблю, но вот с такими блузками иногда можно носить. Кажется, все. Все померила. Все, все померила, все показала, все рассказала. Пишите мне, что вы думаете по поводу вещей, которые я купила. Стоит их оставить, не стоит. Стоило покупать, не стоило. В общем, как всегда, буду рада вашим комментариям, вашим советам. Вы мне пишите очень-очень хорошие, интересные советы. Как с чем носить, с чем вы эти вещи носили. Как что стирать. В общем, я действительно, на самом деле, очень рада вашим комментариям. Они очень полезные, очень часто, очень полезные, очень добрые. И очень такие, знаете, ну, в тему как бы по делу. Не просто, а вот. Вот. Поэтому спасибо всем большое за комментарии, за лайки и за подписку. Очень буду рада вас видеть в следующем видео. Пока-пока, Ваня.